В пятницу вечером все города мира похожи друг на друга. Москва и Петербург, Лондон и Париж стоят в пробках, загородные поезда набиты битком. Мы все едем на дачу. Зачем? Каждый за своим. От тайных дачной жизни наша программа. Здесь было все самое-самое. Самые умные мужчины, самые умные женщины, самые удобные дома и самые надежные сторожа, самые шикарные автомобили, самые талантливые дети. Здесь все служили науке, и здесь все были счастливы. Обычные дачи начинаются с железнодорожных станций. Или на карте должен быть населенный пункт, к которому чаще добираются на автобусах в любую погоду, по проселочным дорогам. А здесь, в этом месте, не было ничего. В Моженке был только прекрасный лес, но ни на железнодорожной станции, ни населенного пункта. Это место было известно разбойными нападениями на купцов. Здесь им мажили голову. И больше никакой информации до 1946 года. Поселок стали строить в одночасье, по велению Сталина, чтобы всех светил советской науке поселить вместе. Строили вручную военнопленные, топорами и лопатами. На строительстве дач для академиков работало 2000 человек. Немцы и венгры, плюс 700 вольнонаемных русских рабочих. Когда мне было три года, и когда впервые, где-то в 1948 году, я приехал вот сюда на Моженку, я еще застал строителей, которые строили, поселок строили наши дома. И вот есть надпись, где написано, что с 1944 по 1948 год этот военнопленный провел время здесь, в советском плену, строя дачный академический поселок Моженка. Построили поселок быстро. После Второй мировой войны Финляндия осталась перед Россией в долгу и предложила расплатиться финскими домиками. Кремль согласился принять 57 домиков образца под номером 13. По нынешним временам не бог весть, что, конечно, но тогда шикарно, в аккурат для академического поселка. Собственно, дача – это 4 комнаты внизу, и кухня, и ванная, и 2 комнатки наверху. И плюс гора Старошка, где ставилась автомашина. В Старошке было 2 комнаты. Одна комната предназначалась для домашней работницы, и вторая – для водителя. Почти у всех одинаковая мебель была. Рижская. Ну, поскольку все дома одинаковые, комната одинаковая, мебель одинаковая, но, говорят, академик после того, как где-то отпраздновал, пришел домой, лег спать, утром проснулся в своей комнате и в своей кровати, но не со своей женой. Президент Академии наук СССР, брат знаменитого академика Николая Ивановича Вавилова, тоже академик Сергей Иванович Вавилов, астрофизик с мировым именем, самолично выбирал здесь участки. Потому что в детстве он приезжал сюда охотиться на глухарей. И ему эта территория очень понравилась, и он выбрал это место для строительства поселка Академии наук. Ему было позволено это сделать, поскольку его любил Сталин. Считается, что из-за предательства своего брата, который как раз в это время погибал в тюрьме, Нобелевский комитет отказался рассматривать его кандидатуру из истических соображений. С этого загородного дома ученого начинались его далекие поездки и прогулки. Во время прогулок Сергей Иванович не только любовался картинами родного края, а с неутомимой любознательностью всматривался в явления природы. И они раскрывались его пытливому взору. Друзья вспоминают, Сергей Иванович всегда раздвигал занавеси на окнах, скрывавшие солнце. Он любил свет. Такого количества светил на квадратный километр не было нигде. В Молженке жили 57 академиков, которые без преувеличения придумали всю современную науку. По этим дорожкам разгуливал легендарный Коржановский. Да-да, тот самый, что возвел первые советские электростанции и сочинил Варшавянку и беснуйте с Тираны. Основатель современной физики, нобелевский лауреат Ландау, из окна своей дачи поглядывал весело в сад один из авторов атомной бомбы академик Алиханов. Здесь же расхаживал по кабинету академик Варга, активный работник Коминтерна, автор экономической теории кризисов. Илусенко Трофим Денисович, тот самый инициатор освоения Целины, заодно посадивший чай в Грузии и арахис на Украине, историк Тарле. Каждое имя здесь – это целая отрасль науки. Нобелевские премии, громкие сенсации, потрясавшие мир науки и жизни. Сегодня об этих людях напоминают только названия московских улиц. Многие улицы переименовали, а улицы именно ученых оставили. На калитках в Можженке, как в академическом институте, висели таблички. Академик Пантрягин, академик Соболев, академик Варга. Не было табличек только на двух дачах, где жили физики-ядерщики. У академика Алиханова и у академика Ландао. Так что, если кто-то хотел узнать, где здесь создают атомные бомбы, то методом исключения это сразу можно было бы вычислить. Иногда сюда иностранцев пускали по специальному разрешению, конечно, посмотреть, как в музей, на кузницу советской научной мысли. Здесь была дача Ландао, легендарного физика, нобелевского лауреата. Он был гением, говорил как гений, смеялся как гений, жил как гений, и лежа на диване, придумал водородную бомбу и вообще всю современную физику. Ему можно было все, кроме выезда за границу. Его называли Дао. И вообще контакты его с иностранцами были категорически запрещены. И, значит, мой отец иногда принимал у себя иностранных ученых, предварительно список этих иностранных ученых, давался в средмаш, и, значит, там очень высокий начальник, он или разрешал, или не разрешал, вот этот список гостей. И вот как-то здесь, вот опять-таки на этой террасе папа принимал американских ученых, в частности, вот этого знаменитого физика Луиса Альварца, одного из авторов водородной бомбы, и теоретикой такой был маршак. И папа очень хотел, чтобы был бы здесь Лантао пришел, но это было запрещено. Поэтому Дао был вычеркнут. Но папа ужасно боялся, что Дао без всяких разрешений, ну, просто взять и зайти сюда. И вот мы, значит, здесь сидели, там все это было очень интересно, там шашлык, там все, причем, любопытно, они как раз в эту ночь прилетели из Соединенных Штатов, и они рухнули и здесь заснули. Причем я понял, что Альвара с женой, по-моему, на детской кроватке, по-моему, они, а маршак спал вот там под кустами, он просто упал на зиму и заснул. А потом было, значит, вот это роскошное застолье, потом какая-то была чудная погода, и вот решили пойти на речку. И, значит, взять какие-то купальные принадлежи, которые лежали в машине. И вот когда вышли из нашей калитки, то первый, кого встретили, был, конечно, Дау. И это была потрясающая картина, которую я не забуду никогда в жизни. И эти американцы, вы знаете, они просто вцепились в них. Конечно, не всегда здесь все кончалось так комично. Бывали последствия посерьезнее, с жалобами, товарищескими и иными судами. Однажды академик Григорьев, тот самый, что разработал учение о географической оболочке земли, написал даже на академика Христиановича, отца советских летательных аппаратов, в правление поселка Донос. Мол, его дымок закусал нашего дружка до смерти. И добавил в духе времени, просим принять необходимые меры. Собралось в правление поселка, в дымку вынесли порицание, дружку соболезнование. Но это была неприятная история. Зато местные сторожилы помнят другую трогательную историю, любви двух собак. Началась она около этого магазина. Звали их Эльза и Дик. И от них пошли, как утверждают муженские сторожилы, все местные дворняги. Эльза умерла, ей было, мы точно не знаем, наверное, было 11 или 12 лет. В общем, с тех пор, как Эльза стала взрослая, она признавала только Дика. И она никого не подпускала ко время течки. И Дик никогда ни одного пса не подпускал к Эльзе. И все, значит, все дети Эльзы, они были все дети Дика. Они были очень трогательные отношения. Сейчас Наталья Ивановна Тюлина, дочь академика Одинга, часто навещает могилу своей любимицы. Она ходит по тем же дорожкам, что и с 30-40 лет назад, продолжая оставаться самой красивой муженской дамой. Потерь было много. Жизнь-то прожита длинная. Были, конечно, в духе времени и аресты, но мало. К тому времени, естественный отбор среди ученых был почти что закончен. Эта дача принадлежала академику Парнас. Он успел только эту дачу выстроить. Его арестовали, естественно, наветом. И говорят, что он умер в машине по дороге в тюрьму. Дачу конфисковали. Причем, как водится, без всякого объяснения, почему, зачем. Его бедная жена еще пять лет носила ему передачи, пока разовощеки лубянский красавица не проговорился однажды. Да вы что, гражданочка, все ходите? Он еще на первом допросе от разрыва сердца умер. Майскому местному Щегулю и Дэнди тоже пришлось пострадать за дело научно-технической революции. Написал на него один ныне живущий муженец донос. Майский ведь в годы войны был послом СССР в Англии и дружил с Черчиллем. Эту дружбу оценили в пять лет лагерей. Человек он был европейский, и поэтому из тюрьмы прямиком отправился к идеологу коммунизма Краженовскому. Мол, сидел я честно, заплатите за эти два месяца. Краженовский состроил ему кукиш. Академик получал больше министра. Тот 700 рублей, а этот полторы тысячи. Накладно. Два, четыре, шесть, восемь, десять, девенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать два. Сегодня это место называют домом с привидениями. И только клубный смотритель ходит из одного пустого зала в другой. А когда-то в здешнем клубе, помпезном, роскошном, можно даже сказать фешенебельном, кипела жизнь совсем не аскетического свойства. Три слова, бильярд, банкеты и кино кружили даже эти умные головы. Все это крутилось вокруг пинг-понга, вокруг волейбола, там чего угодно, академики играли в бильярд. До сих пор, при общей разрухе, там еще есть места, куда академики ставили, у каждого был свой кий, и над ним было там его фамилия. Так вот, я даже где-то в прошлом году, по-моему, я нашел, там написано где-то «Алих», а дальше уже им стерло. Алиханов играл очень хорошо. Обычно его партнером был охранник. Академик Алиханов охранялся девятым управлением КГБ из правительственной охраны. Он был закрытый академик по разработке атомной энергии. И играли они подолгу, но он много курил. Да ему было очень много, бильярдные шары были плохо видны. Борта трещали, когда они играли. Главное, конечно, здесь были банкеты и кино. Здесь смотрели то, что в Москве никто и нигде не видел. Ну, разве что высокое начальство в Кремле. Фильмы привозили на специальной машине из Малого Гнездяковского переулка из Госкино СССР. Матон, come back. come back. Гипплей, he's waiting for you out on the balcony. Первый фильм с переводчиком сидели английский фильм о Леди Ганнштам. И я его привез, это вы знаете, как было. потом Тарзанов все серии мы показали здесь. Но это уже был фильм, который шел везде и нам только единственное давали первые копии. Ахахахахахахахахахаххахахахах! Банкеты, молочные поросяты, фаршированные гречневой кашей, заливной из осетрины, блинчики с черной икрой, жареная перепела. Все эти рецепты я помню из старой сталинской кулинарной книги. Что лежало у бабушки на кухне. С Новым годом, товарищи! С новым счастьем! На Новый год делалось заливное, хорошее. Поросят. Из рябчиков салат делали, салат из крабов делали. Осетру вложили на стол целиком. И все это было страшно дешево. И когда у нас дефицита в продуктах не было, я писал заявку, прошу, красные икры столько-то, крабов столько-то, осетрины столько-то. Так это страшно дешево было. Когда жены превратились во вдов, они развесили фотографии мужей в красном уголке филиала Дома ученых. Ни капли не считаясь тем, кто кого при жизни любил, а кто кого нет. Мистики вокруг этих фотографий много. Лысенко, например, кто-то упорно поворачивает лицом к стенке. Портрет Лысенко висел среди биологов у входа с правой стороны. И его иногда разворачивали обратной стороной. Кто это делал, мне уследить не удалось. Но предположения были. Внимание, внимание, воздушная тревога. Так мошенцы говорили каждый раз, когда видели доярку Тосю, что выходила с участка Зелинского. Того самого, кто придумал противогаз. Перемигивались они с намеком. Вон, что любовь делает с людьми. Коровую доярку завела красавица Ниночка, чтобы академик мог по вечерам пить парное молоко. И подольше прожил бы. Красивой это была история. Ему было 70, когда молодая художница пришла к академику подновить его таблицу Менделеева. Они поженились, родили двух сыновей и самую красивую муженскую легенду. Что, мол, художница влюбилась в ученого, когда писала его бессмертный портрет. В дачных любовных историй своя магия. Сколько они писаны-переписаны, начиная со времен Евгения Онегина. Жена академика Ландау, Конкордия Ландау-Трабанцева, написала о любовной жизни своего мужа, в том числе и дачной. Воспоминания, которые заставили краснуть всю Моженку. Писать такие вещи у ученых не случится. Я только слышала о ней, но я ее читать не хочу. Из уст в уста здесь любят рассказывать о том, как Конкордия отчитывала любовниц своего мужа-академика, если они опаздывали на свидание в этот дом. Она считала, что нобелевские лауреаты не должны нервничать. Вечером он приходил на танцплощадку, большой круг, и у него взор был устремлен вниз. Мы вначале не могли понять, в чем дело. Оказывается, он смотрел на ножки, на ножки танцующих, на ножки дамские. Кончался танец, он выбирал себе ножки, и они шли, не знаю, куда там в ресторан, я уж не знаю, куда дальше. Дальше занавес опускается. Он был принципиальный противник брака, считал, что это кооперативчик. Когда мои родители ехали в машину, подъезжали к Копичнику, они тогда жили в Копичнике, то у входа, у ворота их встретила кора с таким животом, которая держала за руку Дау. Она замолкала, чтобы обуша сказала, останови, вылезти из машины. Дау согласился ехать в ЗАГС. В своих воспоминаниях Конкордия описала все, что творилось в этом доме. Немыслимые по тем временам свободы нравов. Ей так хотелось написать об этом, чтобы знали все. Она прекрасно понимала, что это сделать невозможно. И все же она оставила рукопись в троллейбусе. Тогда в Москве этими мемуарами зачитывались. Много лет спустя, когда книга действительно была напечатана, она стала бестселлером. Ее, конечно, надо пожалеть в каких-то отношениях, потому что она прожила очень непростую, мягко урожайность, жизнь. И, конечно, вот этот выверт чудовищный, который вообще произошел в ее психологии, он, конечно, был сделан. Потому что с ДАГО, конечно, жить, по-видимому, было чрезвычайно. Человеку далекого мартфизики трудно представить себе, насколько глубоко физика зашла в своем понимании законов природы, и какая фантастическая картина при этом открылась. Картина настолько фантастическая, что человеческое воображение часто уже отказывается служить. И, может быть, величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. Бабушка, тебе сахар дать? А я уже... Дедушка, папа, очень любил в пять часов чай. Сол он меньше был, потому что тот стол у нас старый был меньше. Ну, ненамного. Сергей Львович Соболев стал академиком в 25 лет. Он был крупнейшим математиком 20 века. Он не был религиозным человеком, но в железной логике цифр и форму противопоставил живое и очень человеческое – детей. Его жена родила семерых и выпустила их расти в самый знаменитый в Моженке – Вишневый сад. Сад был такой хороший у нас, что очень многие знакомые приходили прямо специально смотреть его. Потом стали расти в этом саду еще и 14 соболевских внуков. Почти все они стали математиками, как дед. Обходит сегодня Соболева свое владение. Четыре дома и ее детей на участке, не читая ее собственного. Проверяет, соблюдают ли дети, которые уже давно стали родителями, некогда заведенный ею железный распорядок. В 10 утра прогулка, в 5 часов вечера обязательно чай на веранде. Режим, утверждает Ариадна Дмитриевна, спасает. 10 лет назад она получила очень серьезную травму. У меня был паралич правой ноги, правой руки. И когда я выписывалась из больницы, то врач мне сказал, «Хорошо, если вы летом будете держать в руках оловянную ложечку чайную». А я ему сказала, «А летом буду хорошо гулять». Он меня посмотрел как на сумасшедшую. Когда я пролежала, сколько мне полагалось, я начала гулять и не только оловянную ложечку держать. Все потому что режим и сознание того, что нужно делать. Я всегда делаю то, что нужно, а не то, что только хочется. Вот это мой девиз. Поселок Моженко был построен для великих и взрослых. Для детей он не был приспособлен вовсе. Взрослые с искусственной и какой-то естественно научной пунктуальностью пытались здесь придумать детям их детство. По своему разумению, конечно. У нас были жесткие установки, чтобы они не болтались вокруг этого клуба, не бездельничали в возрасте от 12 до 15-16 лет, когда складываются интересы человека, когда человек должен видеть труд. Ведь завгвозка состоит в том, что люди, занимающиеся интеллектуальным трудом или экспериментальным, они редко работают дома. Дети не видят своих родителей в труде. Они видят своих родителей за отдыхом, с друзьями, за столом. У них искажённое представление о человеческой жизни и о нормальной системе человеческих ценностей. Их надо как-то к этому приучить. Иногда по Моженским улочкам проносится на мотоцикле священник, сворачивает в философский тупик, тот самый дебюс Ленина, и исчезает за железными воротами. А там подворье, часовинка, реставрационные мастерские. Зовут священника отец Иван, внук того самого Вавилова, что выбирал здесь дачи, нучатый племянник Николая Вавилова, которого замучил Сталин. Некогда красавец и ловелас, модный московский психолог, он бросил всё и ушёл в священники. Непростая, как сейчас говорят, получилась у него судьба. Ваня Вавилова был отчаянный. Он был невероятный какой-то вот, живой, и какой-то вот в нём бесёнок какой-то сидел. Потому что он был неуёмный. Я его помню мальчиком, достаточно своевольным, своенравным и шаловливым. А что сейчас, не надо. Сочувствую ему в горе, гибелью его девочки, его дочери. Это, конечно, ужасная трагедия. Здесь можно, если сбила машину. Этот забор хранит много тайн. Но отец Иван не даёт интервью. Как и дочь Трофима Денисовича Лысенко. Может быть, они просто устали. Ведь то, что для нас интересно и не более, для них жизнь. Молчат они. Имеют право. А Лысенко, кстати, здесь, в Моженке, вспоминаю, с большой теплотой. У него был замечательный яблоневый сад, очень старый. Было много яблок, и по осени он звонил начальнику посёлка, просил, пришлите пионеров, пусть они соберут все яблоки и заберут их с собой. Триста человек питались его яблоками, компоты делали. Но мне приходилось их привозить и отвозить. Яблоки на грузовой машине, а пионеров старших классов на легковой машине. История Крыжановского, стального коммуниста, железного Феликса от науки, по-своему, печальная история. Заживал век один, жена умерла, детей нет. Разгуливал задумчиво по влажному саду он в своей любимой побитой ему ликуцовейке и потёртой ушаночке. А вечера долгие, одинокие. Глянулся ему Володя Электрик, толковый парень. Как-то раз в машине в город ехали. Он ему взял и рассказал всю российскую историю за полтора часа. А тот в институте по этим рассказам экзамен на пятёрку сдал. Как бывало, дело к ужину уйдёт. Гонит за ним машину, говорит шофёру. Давай вези его, вместе с ним ужинать буду. Говорили о коммунизме, о рабочем классе. Рыжановский ко мне относился как к родному сыну. Главная его цель жизни была сделать единую энергетическую систему. Он не мог спокойно относиться к тому, что у Министерства путей сообщения свои электростанции, у Ухльшиков свои электростанции, у МОСЭНЕРГО свои государства. Но он единое делал. И у него в этом отношении успешно всё продвигалось. И в общем, в его бытность переключалась энергия по мере продвижения солнца с востока на запад. Когда Глеб Максимилианович Крыжановский умирал, он завещал всё своё имущество – дачу, библиотеку с бесценными автографами великих людей – домработнице Дуся. Она работала у него много-много лет. У Дуси дачу эту откупил академик Пантрягин, слепой математик. И первое, что он сделал, когда въехал сюда, он попросил сломать башню, с которой Крыжановский наблюдал за московскими салютами. Кто теперь живёт за этим забором, я не знаю. А в Моженке была ещё одна история одинокого человека. Штерн, она горделась красотой своей. Вот здесь её фотографии. У него хороший юмор. Мне кажется, что она была самой некрасивой женщиной, которую я в своей жизни видела. Она действительно была очень некрасивая внешне. И однажды она прочитала историю безобразной герцогини. Пришла к своему профессору и сказала, вот видите, какая некрасивая женщина и каким пользовалась успехом. Он посмотрел на неё сверху вниз и сказал, одного уродства недостаточно. В России было две женщины-академика. Иллия Соломоновна Штерн была одной из них. Она была единственной, кого не расстреляли по делу антифашистского еврейского комитета. Соседи по даче вспоминали, что она прекрасно играла в бридж, была необычайно остроумна и образована, училась и работала в Швейцарии, блестяще говорила по-немецки. И в СССР она приехала только в конце 30-х годов. Здесь все её считали иностранкой и опасались с ней общаться. Академиком она была выбрана после того, как открыла законы действия антибиотиков на мозг человека. Когда она уже защитила докторскую, один из проходимцев хотел её взять в жёны. Она поняла, что он по меркантильным соображениям, и ему отказала. И девочкой умерла. Чем она гордилась? Настоящая жизнь, подлинная, такая яркая, эмоциональная, и в то же время обыденная. Это всё осталось в семейных киноархивах. Число, день, неделя, год – это не разобрать. Ведь камеры были тогда не такие, и заборы не такие. Но смотришь это всё через 30-40 лет и чувствуешь, а ведь это всё вправду было. Было. Опа! Эта игра называется «Крокет». Правила кажутся очень простыми. Надо трижды попасть шарами и пройти сквозь эти маленькие железные воротца. Победит тот, кто дойдёт до белой отметины. В эту игру всегда играли на этой лужайке. Когда-то в неё играл академик Константин Скрябин, а теперь в неё играет его внук, профессор Константин Скрябин. Он был 75-80. Он играл в «Крокет» со своими учениками. Потому что, во-первых, в этом возрасте это, наверное, наименее такая подвижная, что ли, игра. Потом она, на самом деле, очень увлекательная. Такой бильярд на земле. Скрябин старше играл ещё и в «Серсо». Посмотрите, как ловко он это делает. А ведь ему здесь хорошо за 70. А клубникой он кормит, видимо, своего внука, профессора Константина Скрябина, который теперь уже взрослый. Вы находите сходство? А во дворе у дипломата Юдина была заморская роскошь, настоящий бассейн. Все собирались поглядеть на него, но это днём. А по вечерам на домашние спектакли, как в былых дворянских гнёздах. А на следующий день Клавдия Ивановна Юдина, как всегда, спешила в шесть по Москве к Ирине Григорьевне Гибориной. Надо ведь обсудить вчерашние новости. И с тех пор уже 40 лет так они и гуляют вместе. Через каждые пять минут мы встречали какую-то настоящую историческую личность. Это были фигуры. Топчев Александр Васильевич Топчев. Правильно. Опарин Александр Иванович. Ой, опарин, верно. Волгин. Волгин. Ой. Да вообще, я не знаю прямо. Очень много. Шмидт. Да, ведь ещё был Шмидт, тот и Юль Шмидт с этой бородой. Да. Ой, боже ты мой. Очень много. Шмальгаузен. Всё фигуры, фигуры, которые теперь мы только в словарях о них читаем. Наука помогает нашему народу поставить природу на службу человечеству. Помогает использовать огромные естественные богатства нашей страны для успешного движения вперёд к коммунизму. А теперь внимание, сенсации. А, Д, минус Б, С. Там у единицы. Вот дыльки. Это рыба флошилась. Первый ландшафтный дизайн на территории СССР был создан здесь, в Моженке, на участке Академика Спиранского. Он собственноручно вырыл пруд и насыпал альпийские горки, о чём ведётся домашняя летопись с 1953 года. Всего уже у них 13 тетрадей таких. В пруду 40 разных видов рыбы плавают, на горках уникальные растения. Но пруд нужно чистить, а горки надо пропалывать. А дети и внуки лишь изредка вспоминают об этом. Да, когда пруд чистили, это очень сложно. Значит, чистят его только мужчины. Вот женщины, они или записывают рыб, которых останутся над ней, потом выловлю их в ведро, чтобы потом опять запустить в воду. Вот такие бывали рыбы. Каких-то из них просто поймали. А сундочку у нас здесь приходили. Трудно удержаться рыболову, когда здесь карп плавает. А карпы какие? Они же какие-то, как плеснут, так вот как ударят. Вот так вот прямо на весь поселок идет удар. Сегодня Моженко – престижное место. Земля здесь стоит до 7 тысяч долларов за сотку. И многие родственники академиков продают небольшие кусочки от своих некогда огромных участков так называемым Новым Русским, которые селятся здесь с большим удовольствием. Хотя от Моженки до Москвы добираться добрых полтора часа. Их здесь называют Нью или Новыми. Есть, например, Нью-Зелинские или Новые Минцы. Каждого нового человека поселок не воспринимает. Потому что не воспринимает из-за того, что мы не являемся академиками. Но мы тоже люди. Какой-то академик мимо тебя проходит, какое-то еще одно имя. Ну, вместо здрасте иногда хочется даже поклон. Поклон! Раскланиваться, впрочем, приходится нечасто, потому что живут здесь новые Моженцы за своими высокими крепкими заборами. Новые русские терпят иронию, старые русские их нравы. Оказалось, что можно вместе жить. А со старыми заборами расцветает обычная дачная жизнь. Пекут пироги яблочные, пасьянс раскладывают, играют в теннис, в лото, старшие садятся на веранде с детишками, дурачком побаловаться. Мой папа, его нельзя было обыграть. Он играл в дурака, он же горько вырабатывал. Горький никак не мог понять. Папа обыгрывал всех. У него была феноменальная память. Он очень любил играть в карты и ездил играть в карты в Луцино к академику Семенову, гауреату Нобелевской премии, который тоже любил играть в дурака. Сумерки на даче. Такое волшебное действо. Столько от них исходит головокружительных интонаций. Когда вдруг понимаешь, что все приходит и уходит, но главное, что растут дети. Когда все уже закончили свои дела и царит вокруг такая милая домашняя суета перед ужином, телефон зазвонил. Бабушка готовит на стол, накрывает тарелки. Пахнет корицей. Варенье из китайки уже сварили. Осень. Забегаешь в ванную руки помыть и начинаешь злиться. Опять младшая сестра натоптала, забыла кран закрыть. Мыло раскисло в мыльнице. Еще минут пятнадцать и всех будут взывать к ужину. Но собаки уже учуяли запах еды и крутятся на кухне в надежде что-нибудь выклинчить. Так и опустится под тихое варкование ночь со звездами, крупными, как апельсин, и отчаянным кваканьем лягушек, которым словинные лавры никогда не дают покоя. Сумерки на даче везде одинаковые и везде свои и особенные. Сколько уж лет горит над Моженкой местный маяк знаменитый красный абажур на веранде у Натальи Ивановны Тюлиной, без которого, если угодно, и нет никакой Моженки. Анна Агниль Александровна Майская, мы были большие друзья, у меня с мужем были друзья моих родителей. Она всегда говорила, что она радуется, когда зажигается у Одинга в пионерский костер. Она его называла пионерский костер. Значит, Одинги приехали из Москвы на дачу. Этот поселок называли по-разному. Поселком Корифеев, поселком Вдов. Потом стали звать поселком золотой молодежи. А потом здесь вообще все стихло. И остались легенды и слухи, среди которых теперь живут обычные люди. Вот только таблички остались старые. Здесь очень хорошо, я считаю, зимой, лето. Зимой приезжаешь, печку растопил, тепло вдоль. Хорошо сразу становится. Вот вышел, все в снегу, красиво. Раздолье, река в снегу. В Москве там и метра не пройдешь, уже стена. Различная столь. Ночь соловейно у нас не стыла. Город молчал, и молчали дома. Белая танцы, гроздья душистые, точно пролетно сводили с ума. И все же прежнее дыхание в Моженке еще осталось. Последний из Магикан, Академик Котельников, готовится оглушить мир своим новым научным открытием. Кто знает, может быть, следующая Нобелевская премия его? Телевидение, радиоприемники, электронные машины базируются на новых физических явлениях, которые как раз осуществляются вот этими мелкими частицами, электронными и прочими элементами. Но теория их движения вот как раз и предмет того, чем я сейчас занимаюсь. Магиканг Котельников, Robinson metabolитесь на каких-то какие-то воспринимает значение 40 Субтитры создавал DimaTorzok